Юрий Родичев, президент Международного Центра Духовной Культуры, фотограф и путешественник, вместе со своей командой 17 лет готовили уникальную выставку в рамках проекта «Планета Земля». Если ранее в других городах России и зарубежья экспозиция выставлялась частично отдельными блоками, то в Ульяновске на больших выставочных площадях Ленинского мемориала ее можно увидеть в полном объеме. Проект представлен Самарским Центром Духовной Культуры. Счастье, что эта выставка у нас и более того, мы когда к ней готовились, мы знали, что это проект, который они осуществляют, «Планета Земля». Там есть Венеция, там есть Антарктида, там есть Африка и так далее, и так далее. Но так как они к нам приезжали на съемки, эти мастера, то у нас родился проект «Планета Земля. Ульяновская область». Мы считаем, что нет ни малого, ни великого, и что наша малая родина тоже здесь, на этой планете, и она достойна, и это тоже восхитительно, но пока это только в виртуальном формате. Федеральный проект «Планета Земля» имел еще одно продолжение в Ульяновской области. Институты, общественные организации, частные лица объединились, чтобы показать красоту родного края детям. В рамках данного проекта прошло уже два конкурса детских рисунков и фотографий. Мы вышли на такой замечательный проект, который развивает среди детей не только чувство прекрасного, но и чувство патриотизма, любовь к своей малой родине. Посмотреть, насколько прекрасна та местность, в которой ты проживаешь. Это замечательно. Новая экспозиция проекта «Планета Земля», представленная в Ленинском мемориале, посвящена горным и водным пейзажам. На снимках запечатлены результаты дальних экспедиций. Взору зрителей представлены ледники Гренландии, высочайшая горная система Земли, крыша нашей планеты – Гималайи. Невероятные красоты водопады Африки, Исландии, Бразилии, Венесуэлы. И множество не менее захватывающих снимков. Экспозицию «Планета Земля. Горы и водопады» можно посетить до 30 августа. Ирина Антонова, Юрий Ломатов. Новости Уллправда ТВ.